Я буду рассматривать те документы, которые разработаны в последние 3-4 годы. Значит, вот начнем с национальных стандартов. Вот разработаны 3 и введены 3 национальных стандарта. Введены все в июне 2016 года. Это первые 2 стандарта. Кстати, обратите внимание, что все эти стандарты это частичное введение международных стандартов. Причем именно частичное введение, потому что действительно международные стандарты устанавливают в основном рекомендуемые требования. А в странах не обязательно все эти требования удовлетворяются. И есть своя специфика в каждой стране. Вот, например, 2 первых стандарта, которые тут есть, стандарты по оценке звукоизоляции воздушного и ударного шума. Международные стандарты совершенно иная терминология. У них индекс звукоизоляции это индекс, который имеет частотную зависимость. У нас это просто звукоизоляция. У нас индекс звукоизоляции это одночисловая оценка. А у них он называется корректированный индекс или взвешенный индекс. Поэтому, кой скоро у нас терминологии установившиеся, мы вводили эти стандарты, применяя нашу отечественную терминологию, а не ту, которая есть в международном стандарте. Но, тем не менее, когда мы давали терминные определения, мы писали международный термин и давали этот перевод, который соответствует нашу. Ну и третий стандарт, это опять-таки тоже частичное введение международного стандарта. Это лабораторный метод измерения шума, теперь мы будем вводить. Это вот три национальных стандарта. Кроме того, за это время разработаны еще и четыре института, принимаем участие в разработке трех межгосударственных стандартов, касающихся защиты от шума железнодорожного транспорта. Это первый, 33-325, это метод для расчета уровня внешнего шума, изучающих железнодорожным транспортом. А два других посвящены, так сказать, собственно говоря, основным применяемым для этого средством снижения шума железнодорожного транспорта, это акустические экраны. И один из них устранят технические требования, а другой метод для контроля. Все три стандарта введены в маркер-шмаркер. Ну и, наконец, вот четыре свода правил, которые были разработаны в прошлом году, и, соответственно, введены по существу в этом году, начиная с февраля, потом, скажем, июль этого года. Это свода правил. Ну, 254-й, я все остальные, я перечислять не буду. Это здание территории правил проектированной защиты от производства шума. Далее, 271-й свод правил, это система шумоглушения воздушного отопления и вентиляции консионирования в городе. Правила проектировали. 275-й стандарта, проектированная руководительная гражданинка, жилых и общественных зданий. И 276-й свод правил, это правила проектированной защиты от шума транспортных потоков. Кроме того, разработаны и прошли публичные обсуждения, еще три документа, это изменение номер один к основополагающему своду правил 51-му, но вот 133-30, это снипут защиты от 23-й и защиты от шума. Эти изменения уже утверждены и будут введены 6 ноября. Далее, находится на стадии литературного редактирования, подготовленное подтверждение, это свод правил защиты от шума транспортных метрополитеров, правил проектирования строительства и эксплуатации, и изменения номер один к стандарту на метрорасчетах уровней железнодорожного шума. В своем догладе я подробно остановлюсь на этих четырех сводах правил, которые были последовательно разработаны и установлены, значит, соответственно, в прошлом догладе. Но прежде чем перетехли, это небольшую историческую справку. Чтобы было понятно, так сказать, необходимость разработки этих сводов правил, так сказать, причина выбор, шеих разработок и так далее. Вот первым основополагающим документом, который устанавливал обязательные требования, которые должны соблюдаться при проектировании защиты от шума для обеспечения нормативных уровней рабочих местах, помещения производственных стандартов зданий и на площадку промышленных предприятий, а также помещения жилых и общественных зданий, также на слепенной территории городов и других музеевных кутов, был СНИК-21277, защита от шума. Он был введен в июле 1978 года. Это действительно основополагающий документ. Он был введен в соответствии в реализации постановления Совета Министров СССР от 1973 года о мерах по снижению шума на промышленных предприятиях в городах и других населённых пунктах. Вот такое постановление было в 1973 году. И оно обязывало Министерство ведомства обеспечить разработку мероприятия по снижению шума на производстве и бутылка до уровня самосанитарной нормы. До введения этого СНИК-21277 были отдельные документы, вот строительные нормы 245-71 года, которые устанавливали требования в отдельных пунктах. Включён-то с этих 5 пунктов устанавливали требования защиты от шума для промышленных предприятий. Ну и, например, СНИК-2L1.171 года, жилые издания, которые устанавливали опять 5 пунктов, которые устанавливали требования защиты шума для жилых изданий. Поэтому СНИК-21277 защита от шума – это первый, так нам полагающий, документ, который охватывал эту область достаточно серьёзно. Надо сказать, что этот СНИК действовал четверть века, 25 лет. И, соответственно, в 2003 году был разработан тоже СНИК «Защита от шума», введён с 1 января 2004 года, который расширял область применения трот предыдущего СНИКа не только на проективном строительстве и эксплуатации зданий различного назначения, в идут требования к планировке и застройке городских и сельских поселений. В этом документе был учтён опыт накопленных за 25 лет действий как с точки зрения методов проведения расчётов шума от различных объектов, так и с точки зрения различных мероприятий и средств снижения шума, как промышленности, так и убыток. Но вообще надо сказать, что судьба этого СНИК была не очень удачной. Почему? Потому что в июле 2003 года был принят федеральный закон 184, о техническом регулировании, который устанавливал перечень документов по стандартизации, которые должны были поменяться на территории Российской Федерации. Вот эта перечень документов снижения не вошли, когда вошли только слова правила. И поэтому с юридической точки зрения, статус этого СНИКа был вполне неопределённый. Он не мог бы не применяться, как и уж в обязательный документ на территории. И вот эта ситуация с ним неоднозначна. Да более того, даже было письмо из Минюста о том, что, коль скоро он устанавливал технические требования, он не подбежит самому изменить этот документ. Вот была такая ситуация. Ну, его применяют на практике без вопроса, но тем не менее, с точки зрения, статус его был очень такой шаткий. И вот только через, соответственно, 7 лет, в 2010 году, когда, значит, был принят федеральный закон 384-й, Нижний регламент обезопасности зданий и сооружений, значит, соответственно, в нём было указано в последней статье, что всем СНИПам предаётся статус ввода правил, чтобы узаконить их действия, как таково-то. И более того, в нём было сказано, что должно быть удовлетворение правительства в развитии этого поведения вот этого федерального закона, в котором было сказано, что необходимо разработать актуализированные своды правил на основании вот тех СНИПов, которые были. Поэтому вот все СНИПы были переведены в вводы правил. И вот, в исполнении этого закона, значит, был разработан в 2010 году, ну, и введён в 2011 году, свод правил СП 51-13-30-30, «Защита от шума актуализированная редакция СНИП-23-03-1995 года». Ну, надо сразу сказать, что установленные в нём требования в основном соответствуют требованиям СНИП-23-03. Вот, актуализация касалась, так сказать, некой нормативной документации, которая за это время была заработана и так далее. А в остальном были определённые моменты, о которых я скажу дальше, которые, так сказать, были введены. Вот, надо отметить, что постановлением правительства от 24 декабря 2014 года 13-21 отдельным частям вот этого сложного правила был придан статус обязательного для применения на территории Российской Федерации. Таким образом, этот документ стал, в принципе, обязателем нормативного документа с точки зрения его применения на территории России. Ну, это положительная сторона. А вот отрицательная сторона была в том, что в связи с этим из этого документа были исключены методы акустического расчёта ожидаемых уровнейшего метода оценки эффективности химизируемо-строительных акустических мероприятий по снижению шума. То есть в этой части его содержание было существенно хуже того СНИП-23-03, который, так сказать, действовал до того. Более того, в пункте 4.6 этого СП было сказано, что акустические расчёты должны выполняться по методикам изложенных в соответствующих сводах правил. Вот, в соответствии в исполнении этого пункта и были разработаны, наконец-то, в 2011 году, сейчас у нас 2017 год, разработаны и введены вот эти 4 свода правил, которые и дают методы расчёта шума от различных источников. Ну, и методы проектирования звукоизоляции. Вот, о них я вкратце, так сказать, действительно скажу, поскольку времени у меня не так много, но поэтому детально я на них останавливаться не буду. Ну, вот первый свод правил, 254-й, это правило проектирования защиты от производственного шума. Он установил правила выполнения акустических расчётов, правила подбора размещения малошумного оборудования, кстати, впервые. Таких правил, так сказать, до сих пор не было. Вот, а также правила проектирования мероприятий по снижению шума на рабочих местах, помещениях на территории промышленных предприятий, организаций средствами строительной акустики, применения звукообращающих конструкций, звукоизолирующих конструкций и прочее. Значит, я не буду, чтобы немножко, как бы, представить круг вопросов, которые рассматриваются этим словом правилам, значит, я вот тут дал перечень основных разделов этого документа, начиная с пятого раздела, потому что первые четыре раздела, они будут общие, обязательные, это область применения, нормативные ссылки, значит, дальше идут терминные определения и общие положения. Вот, начиная с пятого. Значит, здесь даны сначала характеристики звуков помещения. Значит, это впервые, собственно говоря, в этом разделе даны, определенные акустические параметры помещения как такового, которые должны быть, даны методы определения прямого и отраженного звука в помещении, и, собственно говоря, они даны в таком виде, который позволяет это делать, все программировать и давать, так сказать, в виде программной связи. Потому что, надо сказать, что на сегодняшний день, собственно, с одной стороны, формулы достаточно простые, их можно и вручную пытаться применить, но имеет, так сказать, средства персональные компьютеры, так сказать, достаточно все, сейчас программа уже отлажена, имеется, так сказать, несколько фирм, которые делают соответствующие документы, соответствующие программные средства. Вот, они проходят у нас аттестацию, мы, так сказать, допускаем их для использования, с тем, чтобы их можно было применить. Вот. Значит, шестой раздел дает порядок расчета требуемо снижения шума в помещении, то есть он показывает, как, так сказать, распечатать шум в помещении или на территории предприятия, то в соответствии с существующими методиками, отдает соответствующий метод. Далее, естественно, идет выборное предприятие для обеспечения требования снижения шума. Мы рассчитали, сравнили с нормой, соответственно, мы можем выбрать мероприятие по для обеспечения требований снижения шума. Определить требуемую звукоизоляцию ограждающих конструкций зданий или метров зданий в пульс-курентах помещений. А вот последние четыре раздела, они посвящены как раз методам и средствам снижения шума. Вот защита от шума — это звукоизолирующая кабина, звукоизолирующий кожухар, звукоополощающая облицовка конструкции и акустический экран. Значит, тут рассмотрены методы расчета этих элементов, рассмотрены методы определения требуемой звукоизоляции каждого элемента из этих конструкций и методы оценки помещений. Вот, в основном, так сказать, этот свод правил позволяет проектировщикам провести, так сказать, проектирование шумозащиты в зданиях промышленного возраста. Следующий свод правил, это 271-й, это свод правил по проектированию системы шумоглушения, водушевого отопления, вентиляции, кондиционирования. Надо сказать, что до выхода этого документа, в общем, в основном, проектировщики поруководствовались или использовали руководством 82-го года, которое было разработано в Институтом Союзе. Значит, этот документ, конечно, включил основные моменты этого руководства и добавил сюда соответствующий опыт, который был наработан за это время в соответствующей лаборатории РУСИ, которая у нас этим вопросом занимается. Он устанавливает правила расчета и проектирования шумоглушения системы водушевого отопления, вентиляции, кондиционирования, воду, которые должны выполняться при их использовании с целью защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустических средств и производственных, жилых и общественных зданий, а также на прилегающих территориях и инфекционных зонах. Действительно, он позволяет проводить расчеты акустические различных инженерных систем обеспечения климата в здании. Будь то, так сказать, жилое здание, будь то соответствующий офис, будь то, соответственно, гостиница, ресторан и так далее и тому подобное. И такие расчеты, в общем, проводить надо и, собственно говоря, они и производятся. Вот что он себя включает, опять-таки, начиная с пятого раздела, это нормированный параметр шум. Надо отметить, что для системы вентиляции, кондиционирования, значит, эти параметры, они в соответствии с действующими санитарными нормами на 5 дБ жестче, чем те нормы, которые установлены в помещении как такового. И это правильно. Почему? Потому что есть общие требования. Если вы обеспечиваете нормативные требования к какому-то одному фактору, в данном случае по воздуху в рабочей зоне или по воздуху в нахождении, вы не должны тем самым ухудшать требования по другому фактору, как по шуму. Поэтому требования к шуму вот от этих элементов должны быть на 5 дБ ниже, и тогда суммарный шум у вас увеличится всего на 1 дБ, принял, принял погрешность, поскольку измерение, потому что у нас такое условие санитарного параметра. Поэтому здесь даны нормированные параметры и, соответственно, даны нормированные значки. Далее в разделе 6 дБ, источники шума и шумовые характеристики. Оказано, что это вентиляторы, соответствующие воздуходушки, насосы, соответственно, имеются в виду даже холодильные оборудования и так далее. И указано, какие шумовые характеристики у этих источников должны быть определены и каким образом они должны быть определены. И вот это в основном уровень звуковой мощности, поэтому в разделе даны методы расчета снижения уровня звуковой мощности по пути распространения шума. Например, если вы имеете систему вентиляции, значит вентилятор может стоять внутри воздуховода, далее по воздуховоду распространяется, соответственно, в двух, он соответствующим образом уменьшается. Как на прямых участках, так сказать, теряется частично, на разведвлениях, на искривлениях, так сказать, отражается на открытом участке, так сказать, когда выходит воздуховод в открытое пространство, будь то это в образное отверстие или в заборное отверстие воздуховода. Поэтому все формулы и соответствующие, так сказать, методы расчета вот этого спада, они тут приведены в разделе 7. Вот в разделе 8 дан расчет уровня звукового давления в помещениях, на прилегающих к зданиям территории. Здесь четко указано, разобраны несколько ситуаций, начиная с того, что вот опять-таки шум идет от вентилятора, или от воздуходуной машины какой-то, или вот приточной, так сказать, установки, или от насоса, или, соответственно, от холодильной машины идет, так сказать, по воздуховоду или по водоводу, и, соответственно, так сказать, показано, как он рассчитывается. И если в помещении проходит только участок воздуховода, то, скажем, как рассчитать шум, который попадает в это помещение от этого участка, так сказать, с учетом звукоизоляции этого воздуховода и так далее. В общем, расходы в различные случаи, и показано, как в этих случаях проводить соответствующие расчеты. Ну, девятый раздель посвящен оценке структурного шума, значит, впервые появилось, а этого не было, в общем-то, по структурному шуму, поскольку известно, что обычно это оборудование устанавливается в технических помещениях, на технических этажах. Под ними находится, так сказать, эксплуатированное помещение, и, значит, структурный шум – это вибрация, которая передается через ограждающие конструкции, через перекрытие, через стенки, если рядом находятся, так сказать, какие-то помещения другие. Это венткамера положена. Вот, значит, вот показывают, как архитектурный шум. Ну, и, соответственно, десятое определение требует снижения шума и одиннадцатые основные методы средства снижения. Вот, собственно говоря, даны также примеры расчета, поэтому, так сказать, вот этот слот правил достаточно найдет хорошее поменение при проектной реле. Следующее слот правил – это... Правила проектирования звукоизоляции различных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Вот он установил методы расчета звукоизоляции бастушного и ударного шума внутренними и наружными ограждающими конструкциями жилых и общественных зданий, их элементы – окна, двери, ворота и так далее. Методы оценки соответствия звукоизоляции строительной конструкции строительным нормам, приведенным к ВСП-51, высокополагающим дизайнам. Методы проектирования ограждающих конструкций жилых, обеспечивающих требуемую звукоизоляцию бастушного и ударного шума и позволяющих повысить акустическую комфортность проживания, отдыха и труда населения в помещении различных жилых. Опять-таки, соответственно, начиная с пятого раздела, тут даны нормативные требования к звукоизоляции бастушного и ударного шума. Надо сказать, что это нормативные требования практически полностью взяты из основополагающего НСП, но дано требования к звукоизоляции для помещения жилых, если подъемные находятся какие-то служебные помещения или магазины и так далее, ну и другие различные, так сказать, что дает требования к звукоизоляции стенок, в шестом разделе даны методы определения индекса изоляции бастушного шума, то есть одночасовой оценки индекса приведенного к уровню ударного шума, внутренним ограждениям и зданиями. Седьмой раздел – это метод определения оценочных параметров звукоизоляции наружных ограждений, то есть это в основном параметр, который используется для оценки городского шума, шума транспорта и так далее. Восьмой метод расчета требует звукоизоляции стенок, перегородных международных перекрытий, девятый – расчеты частотных артиллерий звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций, жилых общественных зданий, и, наконец, десято – проектирование ограждающих конструкций обеспеченного мотива звукоизоляции. Этот раздел в основном вбирает в себя требования, которые дают в основном управляющих в СП и в какой-то мере поскативку заседания. Хорошие средства данных в СП тем, что в нем в приложениях даны примеры расчета, и можно им, в общем-то, пользоваться как справочный документ. Я помню, что это полезно для практики, после проведения шума здесь. Ну и последний свод правил – это правило проектирования защиты от шума транспортных потоков. Он устанавливает единую методологическую основу для проведения расчетов и оценки надействия шума наземных транспортных потоков различного вида на жилые, общественные, деловые и реквенционные зоны. Значит, он вобрал в себя весь существующий нормативный опыт с точки зрения оценки шума транспортных источников. Ну, наземных имеется в виду, сказано в области применения, что на авиационный шум он не распространяется. Ну, вот здесь также, так сказать, основные рубрикации, так сказать, структура этого стандарта. Где идет в пятом разделе санитарное нормирование уровня включения жилых и общественных зданий для непосредственно переговорящих их территорий. В шестом разделе методы расчета шумовых характеристиктов и потоков различного вида. Это начиная от автомобилей, автобусов, троллейбусов, трамваев, поездов, транспорта. Значит, соответственно, железнодорожного транспорта, в соответствии со стандартом, который имеется. Вот, также метров, поездов на открытых участках, так сказать, в области, указанные шумовые характеристики, данные методы их расчета. Далее идет метод расчета ожидаемых уровней шума территорий, жилых и общественных деловых региционных зон и в помещениях жилых и общественных зданий, прилегающих к разу. Также включает в себя общий метод. Надо сказать, что в этом своде правил сегодня не только методы, имеющиеся в стандартах, но также и в других документах, в отраслевые документы, в частности, ОДМ для автомобильного транспорта и так далее. Восьмой раздел, как обычно, определение требований снижения уровня транспорта, чтобы знать, насколько его снижать, если, так сказать, норма нам известна, мы посчитали ожидаемый уровень. Девятый, снижение транспортного шума, организационно-планировочные мероприятия и шумозащитными сооружениями. Это достаточно важное. Не всегда надо применять какие-то технические средства, можно и организационными методами, так сказать, добиться требований и требований снижения. Десятый, одиннадцатый раздел посвящены наиболее эффективным источникам средствам снижения, это шумозащитный экран. Двенадцатый раздел, расчет требований снижения транспортного шума и шумозащитного окнами в жилых общественных зданий, в фундации по экстрементам. Ну и наконец тринадцатый раздел, это в итоге составление оперативных шумовых карт, зона акустического дискомфорта, городов. Она выбирает в себя то, что было в российском стандарте ГОСТ-Р-17187, ну и в соответствии с Некиторией. Вот, собственно говоря, все те документы и основные, так сказать, моменты, которые я хотел бы открывать в своем докладе. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я постараюсь ответить. Спасибо за внимание.